Немножко страшно, и она еще у меня такая жидковатая чуть-чуть. Щипит, а? Шипит! А-а-а! Есть покалывание, да! Ой-ой-ой! Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свэй, и сегодня у нас будет видео, которое, в принципе, особо я не люблю делать, но сегодня мы будем делать. Это пилинг своими руками в домашних условиях всего лишь из трех ингредиентов. Три ингредиента. Это сода, лимон и ацетилсалициловая кислота. Да, это мощный пилинг, который я решила сделать. Я его еще ни разу не делала на себе, но этот рецепт я увидела случайно в интернете и решила все-таки его попробовать на себе. Почему именно этот рецепт я решила попробовать? Во-первых, я узнала, что всякие вот такие кислоты, ацетилсалициловая кислота, есть фолиевая кислота, есть фруктовая кислота, лимонная кислота. В общем, кислот этих очень много, и они очень хорошо борются с морщинами. В принципе, все. Но есть кислоты, которые прям вообще конкретно борются с морщинами. Я так как не хочу никаких инъекций, я хочу свое личико как-то, ну вот пока что вот такими масочками, там пилингами и так далее, свою кожу усовершенствовать, чтобы она сияла, морщинки убирались, пигментные пятна, если они есть, убирались, покраснение, убирались. Короче, хочу быть красивая, и чтобы еще это было менее затратное, ну и для видео мне всегда интересно что-нибудь поэкспериментировать. Я начала искать такие маски. Нашла очень интересную женщину, которая мне понравилась, видно, что она профессионал, она дает разные дельные советы, разные масочки, пилинги своими руками. И она рассказывала как раз таки о том, что ацетилсалициловая кислота или аскорбиновая кислота по-другому, это вот одна из тех кислот, которая конкретно, одна из лучших борется с морщинами. Конечно, у нее очень много всего еще, всяких свойств, с чем она может бороться, но с морщинами, значит, мы берем ее. И, конечно же, мне, как человеку вообще ленивому, и не люблю я, честно говоря, вот это что-то либо дома делать, вы это знаете, я это не раз говорила, мне нужно, чтобы это было быстро. Быстро и то, что реально есть дома. Ацетилка есть дома у всех? У всех. Ну, практически, да? Может быть, там 2-3 человека нет. Сода есть у всех? Хозяек, у всех есть. Лимон есть у всех, но лично у меня он всегда есть, потому что чай я пью всегда с лимоном. И все, и больше ничего не надо, понимаете? А я думаю, ну, блин, мало того, что девчонки мои это любят, мы попробуем, но и мне самой это интересно на самом деле попробовать. Эта женщина говорила о том, что это супер мощный пилинг, что от него могут быть покраснения, покалывания какие-то. Делается он очень быстро, он всего лишь 5 минут, вот лично для моей кожи мы будем 5 минут его всего лишь держать. Ладно, давайте приступим, что я тут разголокольствую и говорю, давайте приступим. Первое, что мы сделаем, нам понадобится 2 чайные ложечки лимона, выдавить. Мы его прям выдавим сейчас в стаканчик 2 чайные ложечки. Вот так вот прям возьму, выдавлю. Я думаю, 2 чайные ложечки, это не так прям выдавить можно. Раз, два. Так, отложим пока лимончик. Лимонная кислота вообще, она очень хорошо борется тоже с морщинами и с пигментными пятнами. Далее мы берем, я уже приготовила 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты и просто мы их растолкаем вот здесь. Расталкивать я буду с помощью 2 столовых ложек, как когда-то я это делала в детстве, потому что я таблетки вообще не пью. Ацетилка, по-моему, легко всегда расталкивалась, насколько я помню. Так. Растолкали. Одну. Я мощная, у меня мощные пальцы. После того, как мы растолкали наш аспирин, а, кстати, его нужно брать, да, обычный в таблетках, не шипучий и нерастворимый, а именно такой. Сейчас мы сюда добавляем немного теплой воды, я ее подготовила уже, теплой воды, неважно, в принципе, какой воды, ну, в общем, у меня теплая. и буквально чуть-чуть, чтобы просто, ну, просто как бы покрыть, да, вот, нашу ацетилочку, чтобы она, что-то она тут должна выделять, какие-то кристаллики. Короче, в кашицу, чтобы превратилась, чтобы не в воде была, а вот такая вот. Поняли, да? Такая консистенция интересная. Теперь сюда мы добавляем две наши чайные ложечки лимон, лимонного сока. Какая-то она у меня чуть жидковатая получилась. Масочка. Но должна получаться не такая жидкая. Ну, ладно, пусть у нас будет такая жидкая. Там, где я смотрела, она должна, ну, немножко, короче, сильно ацетилку растворила. Вот надо еще меньше ее растворять, чтобы было удобно наносить. Ну, мы так нанесем, ничего страшного. Сейчас мы это отставляем и делаем в стакан нашей теплой воды. Здесь у нас чистый стакан. Здесь где-то 200 миллиграмм. Вот на 200 миллиграмм мы делаем такой растворчик из соды одной чайной ложечки. Берем нашу соду и одну чайную ложечку насыпаем, растворяем. Этот раствор нам понадобится для нейтрализации нашей кислоты после окончания масочки. Не обязательно его делать много, можно сделать половину стакана, например. Но соотношение соды и воды нужно соблюсти. Итак, наш раствор готов, наша маска готова. Приступим. Итак, сейчас я беру кисточку. Также я приготовила ватные диски, которыми мы будем потом смывать нашу масочку. Итак, приготовились. Я немножко боюсь этого пожения, покалывания. Ну, что делать. И нашу масочку мы наносим на наше лицо на 5 минут, так как мое лицо, оно тоненькое, да, и оно у меня сухое, можно сказать, чувствительное, поэтому минимальное время это 5 минут. И вообще зависит все это от кожи. Если она жирная и толстая кожа, то можно даже до 10 минут держать эту масочку. В общем, все в зависимости от вашей кожи. Обходим кожу вокруг глаз, естественно, и вокруг губ, потому что губы могут потерять свой цвет. Итак, поехали. Немножко страшно, и она еще у меня такая жидковатая чуть-чуть. Так, брови тоже, да, обходим. Мне не надо, чтобы брови потеряли цвет свой. Ой, у меня уже начинается пощипывание. Ой, главное в глаза, чтобы не попало. Глянь, вот этот... Видите, сделала слишком жидкую, поэтому не повторяйте моих ошибок. Ну, реально, она в глаза прямо. Ну, да, я что-то много начинаю наносить, по чуть-чуть. Так, брови, брови обходим. Мои золотые брови. Мой идеальный цвет. Я чувствую легкое пощипывание. Чуть-чуть страшно. Вообще нужно делать тест. Но, вы знаете, я никогда не делаю тесты. Хотя очень надо на полчаса на запястье сделать тест. Чтобы не было покраснений и ничего. Только тогда можно делать маску. Но вообще кислотные маски я делала, и они у меня на удивление очень хорошо проходят все. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, какая-то маска пройдет. Поэтому мне страшно, понимаете? Потому что я ничего не тестю. Вот это вот и страшно, и интересно. Мам, засеки, пожалуйста, время. Попросила маму засечь время, чтобы она ровно через 5 минут сказала мне ее смывать. Вот здесь уже плотненько могу чуть-чуть нанести. Вообще, когда я хожу в салон и там делают кислотные маски, они, конечно, действительно имеют очень классный, мощный эффект. Если такого можно добиться дома, то я только счастлива и буду пользоваться этим. Чуть-чуть у меня даже осталось еще, но оно как раз вот на одно применение яйца. Так, ждем. Мама уже заинтересовалась и говорит, сейчас посмотрю на тебя, а потом сделаю. Кстати, как ты относишься к тому, что я не тестирую себе на запястье? Плохая девочка? Плохая девочка. Ну я такая, блин, ну вот хрен его знает, почему я такая. Просто ленивая. У меня все быстро и мне лениво тратить еще на что-то время. Но, девочки, это важно. Пожалуйста, протестите обязательно масочку у себя на запястье 20-30 минут. Если не будет покраснения, то можно делать. Если будет, делать вам нельзя. Потому что, в принципе, на цитрусы может быть сама по себе аллергия, а также на кислоты всякие. Просто я все кислоты, которые делала, они мое лицо хорошо берет, потому что у меня, в принципе, дома есть кислота, пилинг, да, кислотный, который я покупала в корейской косметике. Он очень хорошо действует. И когда я пошла даже в салон красоты, мне делали пилинг кислотный, даже на удивление мне ничего не щипало, не кололо после второго-третьего нанесения. И мне мой косметолог сказал, что у меня кожа подготовленная. Поэтому я вот так вот рискнула. Мам, сколько там время? Прошло 3 минуты. Здесь у меня теплая водичка, раствор, соды. Мы готовим диски. Сейчас еще 2 минутки, и мы будем смывать ватными дисками по массажным линиям нашу масочку. Еще я подготовила тарелочку, мама посоветовала, чтобы стекало все в тарелку, а не в стакан. Я немножечко переживаю, поэтому постоянно спрашиваю время, чтобы мое лицо не покраснело, там с ума не сошло. Кстати, покалывание и жжение может начаться именно тогда, когда я буду сейчас смывать с содовыми дисками нашу маску. Но сейчас есть легкое покалывание. Это значит, что что-то работает, что-то происходит. Меня это уже радует. И еще эта женщина сказала, что может быть покраснение, и это нормально. Оно обычно может пройти через несколько часов, или на следующее утро уже ничего не будет. Но я почему-то этого не испугалась. Всегда после пилингов бывает лицо. Ну, не всегда, смотря какие пилинги, конечно. Но это мощный пилинг. Осталась одна минуточка у нас. Все хорошо происходит. Легкое покалывание. Совершенно нормальное. Пять минут прошло. Еще подержу 10 секунд. Так мне нравится. Хочу, чтобы оно все там прочистилось. Так, я опускаю диски в щелочной раствор. И начинаю по массажным линиям смывать. Ой, ой, ой. Ой, оно прям щипет. Не щипет, а шипит. Страшно. Представляешь? Оно прям щипет. Слушай, это еще получится конкретный пилинг такой, потому что пока я смываю, честно говоря. А, есть покалывание, да. Ой, ой, ой. А, хе-хе. Ну, прикольно. Прям так, знаешь, прикольно щипет. У меня прям тут все на этих дисках шипит. Так, если реакция нормальная, как у меня, мне все нравится, то можно на 2 минутки оставить соду на лице, а потом смыть огромным количеством холодной воды. Класс. Оно так шипело. Мне нравится. Сейчас я не вижу, что мое лицо прям сильно красное. В каких-то вот моментах оно немножечко покраснело, чуточку, но совершенно меня не пугает. Совершенно нормально. Ждем 2 минутки, а потом я бегу, смываю холодной водой. Ну что, я все смыла. Мне очень-очень нравится. Смотрите, у меня прям вот где я намазывала, сейчас такие покраснения идут. Да, то есть реакция пошла, и это нормально. Сейчас, после того, как я помыла, уже, в принципе, 2 минутки побыла с вот этим вот содовым раствором. Все было комфорта, нормально. И я вам скажу, что моя кожа сейчас просто такая бархатистая. Я пока ее даже смывала холодной водой. Реально, а ничего не делали, а ничего не терли. Понимаете? И это вообще кайф. Она прям супер-пуперская. Что теперь? Теперь можно воспользоваться своим любимым каким-то кремом увлажняющим, да, либо сделать масочку. Я решила воспользоваться тем, что сейчас открыты поры, возможно, да, у нас там, не знаю, там, после разных пилингов по-разному, но, в общем, мы очистили глубоко, и сейчас хочется, чтобы витаминки туда проникли. Можно сделать масочку своими руками, опять же, но пока что я еще не знаю, какую масочку можно было бы сделать, поэтому просто у меня здесь есть тканевая маска, она глубоко увлажняет. Это корейская маска. У меня всегда есть какие-то разные масочки, которые я делаю раз в неделю, но такие масочки, особенно после пилинга, делать прекрасно. И потом уже нанесу крем. И все, я буду волшебная, но после самого пилинга, я вам сказала, да, кожа просто ворохотистая. Ма, хочешь потрогать? Пока я маску не нанесла, скорее потрогай кожу. Потрогай мой лобик. Ну да. Охренеть, да? Угу. Ты даже трогаешь и даже нигде прям не застревает твоя рука на шершавой поверхности. И покраснение, видишь, такие вот под глазками. Ну поэтому и не нужно под глаза. Видишь, я вот прям обходила область глаз. Угу. Но это нормально, это должно пройти к вечеру или завтра. Такие пилинги я до этого только в салону наделала. Ну у меня есть пилинг, который фруктовый, по-моему, там какой-то, но он не дает, ну такой реакции шипения, там что-то такое. Там вообще просто, ну мажешь как бы и просто как будто ты помазала просто тоником каким-то. А здесь ты прям понимаешь покалывание, жжение, шипение, вот, покраснение. После того пилинга у меня нет никакого покраснения домашнего. Так, еще с вами поговорим, как часто такой пилинг можно делать из наших вот этих трех ингредиентов. Все зависит от кожи. Если у вас кожа жирная, то вы можете делать такой пилинг два раза в неделю. Ну, то есть до двух раз в неделю. Если кожа нормальная, то один раз в неделю. Если, конечно же, она сухая и чувствительная, то один раз в 10 дней. Это рекомендации вот женщины, на мой взгляд, которая вызвала у меня доверие. Мне кажется, она большой профессионал. Мне очень нравится. Она с большой уверенностью говорит о всех своих масках, кремах. Ну что, я сняла масочку. Сейчас все это я распределю. Есть масочки, которые нужно смывать водой, а есть, которые нужно распределить дальше по коже и дождаться полного высыхания. Что могу сказать, девчонки? Пилинг мне этот очень понравился. Я прям с большим удовольствием вам всем бы его посоветовала, потому что кожа реально очень крутая, мягенькая, без всяких трений. Просто кислотой и реально из всего лишь каких-то там трех ингредиентов, которые есть у каждой, получается такой безумный эффект. И сейчас я посмотрела в зеркало, прям реально все вот так вот разгладилось, все такое сравнялось. И, конечно же, я буду делать. Я буду делать такое. Ну что, у меня кожа чувствительная и сухая достаточно. Хотя не сказала бы, что чувствительная, наверное, у меня нормально. Раз в недельку можно было бы поделать. Я думаю, что такой курс он был бы полезен. А еще у этой же женщины я узнала, что можно в течение двух недель, по-моему, мазать просто обычной аскорбиновой кислотой, которая продается в аптеках. Я себе купила уже 5%. 10% для масок не смогла найти, но 5% есть. И вот чистой вот этой аскорбиновой кислотой 5% наносить. Наносить каждый вечер на лицо, держать, по-моему, 7 минут, где-то это аскорбиновую кислоту. Затем сверху просто намазать ночным кремом, то есть даже не смывать. Намазали кислоту, 7 минут подержали, затем кремом. И так 2 недели. И точно так же эта кислота, она именно борется с морщинками, со всеми пигментными пятнами. Короче, я буду сейчас этим всем заниматься. вообще накупила себе всякие масла. Тоже есть масла, которые конкретно прям для женщин, которые борются с мимическими морщинками. В общем, мне это все так понравилось, и я решила поэкспериментировать. Так что, если я найду еще обязательно какую-то масочку интересную, вот с таким, да, количеством средств небольшим, я обязательно с вами буду делиться. И, да, если вы будете пробовать этот мощный пилинг, то обязательно протестите его на запястье. Я вас очень прошу, я просто переживаю. Все, смотрите, у меня уже нет никаких покраснений, я вообще просто счастлива. Для меня находочка, я прям вижу, что у меня прям кожа гладенькая такая, классная вообще. Мне очень понравилось. Так, если мое видео и моя находочка вам понравилось тоже, будете пробовать, обязательно ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Если есть у вас среди подруг такие любители, которые любят домашнее все использовать, то обязательно делитесь этим видео с ними, я думаю, им понравится ваша находка и моя находка. Ну и все, я желаю вам быть вечно молодыми, с прекрасной кожей лица, сиять, блистать, и в общем-то, я желаю быть самыми лучшими и самыми красивыми. Я вас целую, люблю и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok